Всем привет! Просили сделать видео по процессу обкатки, прикатки нового автомобиля. Ну, такое себе понятие, многие отвергают, говорят, что не нужно, многие говорят, что нужно. Есть гласные правила, есть внегласные правила, такие себе. Перед просмотром видео просим подписаться на наш новый канал, на котором мы будем показывать свою жизнь, чем мы занимаемся во время отдыха, где ездим, где путешествуем, где живем. Все вам будем показывать, поэтому канал так и назвали, покажем все. Подпишитесь! Я считаю, что как таковая обкатка не нужна, но прикатка нового механизма, ну, нужна. Ну, как, например, велосипед тут же вы купили только из магазина. Вы же какое-то время ездите, привыкаете к нему, тем самым притираются все элементы механизма. А так же и тут. Автомобиль новый забирайте вы из салона, его примерно с пробегом. Ну, вот прошлый автомобиль, Ковал синий, второго поколения, я забирал с пробегом 3 километра. Этот забрал с пробегом 11 километров. Ну, то есть за это время двигатель и все механизмы автомобиля, начиная подвеска, подшипники колесных, ступичные, вот эти все дела, оно требует какого-то времени прикатки. Ну, и, соответственно, выявление в этом процессе прикатки, ну, возможных каких-то, ну, брака, может, возможного. Ну, все может быть. Смысл в чем? Просто, ну, как гласное правило есть в обкатке автомобиля, не даем нагрузку автомобилю, двигателю, коробке. Используем какое-то время автомобиль в спокойном режиме. Ну, желательно, максимум, наверное, до пяти тысяч. Есть правила рекомендации производителя именно по данному автомобилю. Вы можете почитать, инструкция идет, раздел идет по именно использованию нового двигателя, то есть нового автомобиля. Ну, и там все советы. Советы, в общем-то, примерно так, как и по всем остальным автомобилям. Но есть здесь моменты именно по этому авто. Здесь семиступенчатый робот. Производитель советует использовать обкатку, производить обкатку, прикатку робота в нескольких режимах. Вот режим у нас есть стандарт, спорт и эко. Изредка переключать туда-сюда эти режимы, менять положение, поездить в спорте, поездить в эко, поездить в стандарте. Тем самым прикатывается правильно коробка. Соответственно, двигателю не нужно давать больших оборотов какое-то время. И смотрите, в данном двигателе, то есть в данном автомобиле, есть свои нюансы. И это должны учитывать вот каждый, кто купил из 6 третьего поколения. Потому что это нюанс именно в этом авто и, наверное, в джалайне. Селектор переключения передач. Ошибку могут допускать и многие, даже и пишут вот в группе, в телеграме, в чат. Почему я включил, а коробка не переключается, автомобиль новый, двигатель ревет, обороты сумасшедшие. Ну, сами понимаете, что это за обкатка такая двигателя. Переключение именно в режим D происходит из паркинга, прокрутом один раз в режим D. Если вы крутите несколько раз, у вас включается режим M, механика. И, соответственно, автомобиль переходит в механику, вы давите на газ, обороты двигателя работают, ну, двигатель до отсечки чуть ли не работает. Потом он переключит передачу. Чтобы такого не было, понятно, со временем вы привыкнете к селектору. Но первое время смотрите на показания на приборке. Если два раза выкрутнули, у вас M светится. Это механика, не годится. Назад, в M и опять в D. Один раз прокрутили направо, это D. Вот это этот момент, который вы должны учитывать при обкатке, именно вот нюансы этого автомобиля. Чтобы не заваливал обороты двигатель с самого начала. Потому что, ну, желательно его, конечно, обкатывать в спокойном режиме. Вот, включили в D один раз. Один раз провернули D и едем. Коробка будет работать в автомате, а в передаче будут переключаться плавно, автоматически. Все. Какие еще моменты? Следить, понятно, за температурой. Какое-то время следите. Ну, и вообще, советую всегда, едите, обращайте внимание на температуру двигателя. Особенно в режиме прикатки, когда это вся система охлаждения, так же же она прикатывается. Все новое, все прирабатывается. Ну, и в этом процессе смотрите, чтобы двигатель, конечно, не перегревался. Также нежелательно загонять автомобиль куда-то в бездорожье, в какие-то зыбучие пески. Чтобы автомобиль там буксовал постоянно. Опять же, следите, в случае чего, даже вдруг вы заехали куда-то, попали в такой момент, следите за температурой двигателя. Чтобы двигатель не перегрелся. Лучше остановитесь, прекратите эту пробуксовку, буксование, дайте остыть двигателю. Но при этом, конечно, не глушите его. Но опять же, я думаю, что редко кто в режиме обкатки, прикатки двигателя, то есть автомобиля с первых дней покупки из салона, полезет в грязь, в бездорожье на этом кроссовере. Идеальный, конечно, момент прикатки – это по трассе. Купили вы автомобиль и желательно какую-то совершить дальнюю поездку. Максимально дальнюю. Ну, многие, в общем-то, так и делают. Забрали из салона. Автомобиль комфортный, классный. Хочется далеко куда-то съездить. Дороги сейчас есть по Украине. Сели съездили из одного конца Украины в другой. Посмотрели. Автомобиль идет по трассе. Идеальное охлаждение. Если особенно в жару, лето вы начинаете прикатку автомобиля. По городу, пробки. Вообще, как бы, не есть хорошо для режима прикатки, обкатки. А вот идеальный вариант по трассе. Опять же, есть вариант. Просто вот едем в режиме D. Когда вы управляете автомобилем, газом управляете вы. Есть вариант управления круиз-контролем. Вот поставил я 115. Отпустил. Газ только рулю. Меняйте режимы так же. Вот это идеальный режим, конечно, круиза. Автомобиль сам едет, сам оттормаживается в поворотах. Перед автомобилем и догоняет, оттормаживается. Но если дорога длинная, затяжная, меняйте режимы. К чему я веду? Меняйте режимы работы двигателя, хоть иногда. И режимы работы коробки. Чтоб постоянно коробка не была на седьмой передаче. Возьмите, ускорьтесь немного. Дайте газу. Автомобиль сбросит передачу на шестую, на пятую. Вот я разгоняюсь до 120, например. Потом отпускаю, он опять седьмую переключил. Или же выключите круиз вообще. Поедьте в ручном режиме полностью. Меняя скоростной режим. От 90 до... Плавно, да, там, до 115. Ну, больше я не рекомендую. Да и, в общем-то, самый комфортный режим, наверное, езды на хавале. И самый экономичный при этом. В районе 120-115 км в час по трассе. Поэтому по трассе идеальная обкатка, прикатка. И выявление всех, так сказать, возможных проблем изначально. Которые, ну, могут быть, это механизм. Ну, а если нет возможностей и только город. Город в жару следит за температурой двигателя. Не перегреваться в пробках сильно, потому что коробка так же и робот нагревается. Желательно менять режимы езды коробки так же. Такие вот моменты не нагружать поначалу автомобиль. Сколько это все продолжаться будет? Ну, как максимум 5 тысяч. На 5 тысяч желательно сделать ТО. ТО нулевое отменили. Для хавалов третьей генерации в Украине. Но я вам скажу. Сделал я на десятке. ТО первое. Масло чернющее. Желательно было поменять его при пяти. Фильтра грязнющее. Желательно так же их было поменять при пяти. Первое после, так сказать, обкаточное ТО лучше сделать при пяти тысячах. А потом уже смотрите сами. Решать вам, когда делать. Или на пяти, или на семи, или на десяти. Возможность такая есть. Записаться главное заранее. И вам все это дело сделают. На сегодня все. Пишите полезные ваши советы. Я исхожу из своего опыта. Нигде я ничего не читал, не заучал. Просто рассказываю вам, как я... Ну, один из салона авто обкатал. Я считаю, нормально, потому что авто ездит до сих пор. Двигатель масла не берет. Проблем нет. В общем-то, вот это первое, так сказать, этот режим прикатки. И это напрямую зависит, как используется автомобиль в этом режиме в начальном. Напрямую его зависит от долговечность эксплуатации. Ну, то есть, как он себя будет вести в дальнейшем. Подписывайтесь на канал. Группа чат в Телеграме. Общаемся там, обсуждаем данные автомобили. На Инстаграм также подпишитесь и на наш новый канал. Ездим, показываем вам дороги Украины. Ну, может, и поедем за границу. Также покажем вам. То есть, там, где мы бываем, там все показываем. Канал так и называется, покажем все. Всем удачи и до следующих видео.